здравствуйте друзья меня зовут аниси и сегодня расскажу вам о крафтовой парфюмерной марки из америки которая называется алкемия парфюмс для меня помимо общей алхимической концепции в этих ароматах много загадочного хотя бы только потому что мне лично ничего не известно о парфюмере этой марки кроме того что это женщина у автора определенно очень интересный и узнаваемый почерк это необычная манера и ни с чем подобным я пока что еще не сталкивалась тем более в крафтовой парфюмерии все эти ароматы очень громкие сочные и яркие то есть если это нота яблока то это вот такое зеленое яблоко а если это ладан то это такой конкретный ладан который слышно практически на всю комнату звучание этих ароматов определенно синтетическая но в самом лучшем смысле этого слова и напоминают эти ароматы отдушки дорогих парфюмированных свечей вся парфюмерия алкемия на масляной основе без парабинов их талатов если у них есть какие-то веганские ароматы то в их интернет-магазине это обозначено и очень приятно что они заботятся о своих потребителях сальма хайк в 2011 году кажется журналу стайл назвала эту марку среди своих парфюмерных фаворитов также мне понравился тот факт что в ассортименте этой марки есть исторически восстановленные ароматы например запахи куртизона к 19 века и хиппи ароматы конца шестидесятых на моем пакете в которой были запакованы пробники алкемия есть наклейка цитаты хелен келлер и в этом есть очень глубокий смысл поскольку если вы помните хелен келлер это очень известная женщина которая написала много книг она родилась глухой и слепой и соответственно она была немой и представьте себе как она воспринимала ароматы здесь написано аромат это волшебник который проводит вас сквозь тысячи миль и все годы которые вы прожили на карточке также написано что все эти ароматы могут использоваться для волос в качестве ароматов для дома и ароматов для ванны и что все эти ароматы могут быть смешаны друг с другом на коже для того чтобы создать свою неповторимую комбинацию у меня здесь шесть ароматов и давайте начнем в случайном порядке я буду пробовать ароматы на коже поскольку это масло давайте начнем с аромата который называется сидр дотонь осенний сидр это аромат который мне представляется натюрмортом в сочных ярких желто-зеленых тонах здесь очень сочные яркие зеленые ноты сочных яблок практически как детский шампунь очень синтетическое звучание но от этого не менее красивая с яркими специями этот аромат не вызывает у меня ассоциации с настоящим сидром напитком это очень гипер реалистичное изображение сидра здесь все ноты очень яркие они гиперболизированные утрированные и практически кричащие но это делает аромат не менее носибельным интересным и красивым этот аромат действительно очень красивый осенний уютный и необычный следующий аромат называется лифском крес листья травы и он посвящен поэзии уолта уитмана в интернет-магазине алкемия к описанию многих ароматов прилагаются соответствующие стихотворения или строчки вдохновившие автора на создание этих ароматов поэтому там где это уместно и там где они есть я вам буду их читать кто бы ты ни был я руку тебе на плечо возлагаю чтобы ты стал моей песней и я тихо шепчу тебе на ухо многих женщин и многих мужчин я любил но тебя я люблю больше всех этот аромат конечно же зеленый очень яркий как и предыдущие и как и все остальные ароматы алкемия здесь трава ярко-зеленая дыня свежие желтые цветы и немного солнечной древесины очень теплый если осенний сидр это гиперреалистичный яркий натюрморт то листья травы это соответствующий гиперреалистичный пейзаж очень яркий этот аромат определенно летний здесь бушуют краски сочные яркие тона но в то же время он и чувственный следующий аромат называется кой но йокан по-японски это означает предчувствие любви и наверное это самый чувственный и самый недерзкий из всех ароматов алкемия которым не удалось попробовать это нежный сладковатый женственный аромат цветов и фруктов и от него исходит очень чистое мускусное ощущение он действительно напоминает о чем-то японском о любви и от цветущих сакурах хотя главный аккорд этого запаха построен не вокруг запаха цветущей вишни а вокруг запаха цветущей сливы и этой своей чертой в самых лучших проявлениях он не напоминает ванной серии the body shop то есть если предыдущая ароматы это запахи дорогих парфюмированных свечей то это запах дорогого роскошного банного продукта это не страстная любовь а скорее платоническая мне кажется такой любви мечтают юной девушки за чтением романов следующий аромат абсинт и лаптоном в обеденный час это густые терпковатые смолы на складковатые подложки это не церковный запах это скорее ведьми на зелье аромат мрачный таинственный и околдовывающий смолы и жасмин и лаванда здесь практически дурманят и делают композицию очень чувственной и сексуальной в интернет-магазине алкемия этот аромат проиллюстрирован стихотворением шарля бадлера который называется отрава и я полностью с этим согласно раздвинет опиум пределы сновидений бескрайностей края расширить чувственность за грани бытия и вкус мертвящих наслаждений прорвав свой кругозор поймет душа твоя и все же сильнее всего отрава глаз зеленых твоих отрава глаз где странно искажен мой дух дрожал не раз стремился к ним в мечтах бессонных и горькой глубине изнемогал и газ но чудо страшное уже на грани смерти таит твоя слюна когда от губ твоих моя душа пьяна и в сладострастной круговерти к реке забвения с тобой летит она караван сладковато-пряный запах навевающий мысли о вечерней пустыне здесь и кофе и специи и ароматы горячего песка и мускусные ноты и сухофрукты и огромное море специи по настроению этот аромат схож с первым осенним сидром но он не настолько сочный это необычный гурманский аромат не вызывающий ассоциации с чем-то съедобным после его нанесения на кожу возникает ощущение что кожу натерли смесью специй мне кажется это идеальный аромат который бы подчеркнул восточные черты внешности как мужчин так и женщин не создавая каких-то чувственных намеков на эротику и секс с другой стороны без привычного реального ощущения гурманики и в то же время создавая густой плотный кокон вокруг человека который носит его что делает аромат очень комфортным и необычным и последний аромат называется рибери больер это аромат воспоминания о морском отдыхе это аромат с нотами мокрого песка водорослей горящих в костре деревяшек и чистой мускусной кожи и он определенно выдержан в манере автора я никогда бы не догадалась о чем этот аромат не прочитав аннотацию чего не скажешь о других ароматах марки потому что с ними все очевидно для меня это самый неудачный аромат из всех перечисленных потому что мне кажется его очень портит ноута вот как ароматизатор жидкий дым который добавляет в копчености сухарики и всякие другие пищевые продукты эта нота очень навязчивая и к сожалению не дается сребяточиться на другой красоте аромата хотя она и действительно создает ощущение горящего костра в хорошем смысле этот запах мускусный соленый и не копченый очень копченый и наверно это единственный аромат из всех шести который бы я сама точно никогда не смогла носить в общем мне очень понравилась необычная ярко гиперреалистичная манера автора как я уже сказала таких ароматов я еще не встречала и мне было бы интересно попробовать другие ароматы этого парфюмера не сказать что эти ароматы прям пахнут дорого и что они какие-то сложные но они прекрасны в своей простоте эти масляные духи также очень концентрированные и стойкие и мне кажется что вместе с необычными композициями это еще одна причина того почему алкемия одна из самых популярных парфюмерных марок на сайте эти и конечно же я вам определенно советую при возможности познакомиться с этими ароматами я надеюсь что вам понравился мой обзор и если да пожалуйста жмите лайк подписывайтесь на мой канал и оставляйте под этим видео свои комментарии а я желаю вам прекрасного дня и самых лучших ароматов пока